Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые зрители! Я сейчас хочу зачитать вам очень важное письмо, значимое. В Сибири часто такие письма пишут мне, пишут, когда нормально, хорошо, прямо ставят вопросы. Не с подколами какими-то, а просто хотят выяснить люди. Я действительно с радостью буду отвечать, и, быть может, это будет продолжение рубрики «Ответы на вопросы». Давайте зачитаю письмо вам сейчас и подробно расскажу. Тема действительно важная, и пишут об этом многие. Итак, уважаемый Юрий Андреевич, пишет Николай Зыков. Я задам вам вопрос и надеюсь получить от вас ответ по существу. Я очень уважаю вас за ваши знания, но в десятеро уважаю вас за то, что вы озвучиваете их в открытом доступе. Честь вам и хвала за это. А теперь вопрос. Живу я в Кузбассе, где зима длится 6-7 месяцев, где прилавки на рынках заполнены круглый год зеленью от китайских товарищей, есть, которые невозможны, где практически отсутствует всякий контроль за качеством зелёной продукции, где кузбасские бизнесмены пойдут на любые нарушения и преступления, лишь бы продать этот зелёный отравленный товар, выращенный на китайской химии, химия, которая позволяет выращивать за короткое сибирское лето по три урожая огурцов и технологии, которые в скором будущем будут применяться по всей России. Первое. Так как же переходить нам, кузбассам, на сыроедение в наших климатических условиях? Второе. Как нам в зимнее время употреблять 50-70% от суточного рациона этой бескусственной зелени, не имеющей даже характерного запаха? Ведь в летнее время у нас многие выращивают свою прекрасную зелень, и у нас есть с чем сравнивать китайскую зелень с нашей, выращенной своими собственными руками. Наш народ, проживающий в регионе с холодным климатом и имеющий нормальное мышление, просто вас не понимает. И только поэтому он вас не слышит в подобных призывах. Более того, призывая переходить на сыроедение, я общался в свое время, когда работал с большим количеством нашего рабочего народа и прочими работягами. Вы ставите себя в глазах этих людей, мягко говоря, человека, призывающего к нереальным действиям. Это касается только сыроедения и призывом употреблять как можно больше живой пищи. Где нам ее взять? Уважаемый Юрий Андреевич, в зимнее время, ведь если кузбассцы разом перейдут на сыроедение, а это в 100% ядовитая зелень, то в первую очередь начнут вымирать дети и старики. Кому это необходимо? Мне не хочется развивать эту мысль, но согласитесь со мной, это наступающая реальность. Поверьте, я ни в коем случае не хотел вас обидеть, просто я задал эти вопросы вам с одной целью, как нам, кузбассам, выйти из этого положения. Ну, я на самом деле очень рад за это письмо, я обстоятельно сейчас на него отвечу. На каждый нюанс, который был здесь сказан, объясню, в чем вы правы абсолютно. То есть вот эти тенденции страшные и ужасающие, которые сейчас идут, но в чем вы абсолютно не правы. И начну отвечать с самого начала вашего письма, повторяя абзацами и отвечая. Я живу в кузбассе, где зима длится 6-7 месяцев. Ну, мы говорим вообще про всю западную Сибирь, восточную, Дальний Восток, понятное дело. Где прилавки на рынках завалены круглый год зеленью от китайских товарищей, которые есть невозможно. Контроль отсутствует, что бизнесмены не пойдут на любые преступления, как по Марксу все классический вариант. И вы совершенно в этом абсолютно правы. Вы дальше пишите, что это зеленый отравленный товар, выращивается на китайской химии. Причем, да, мы даже не знаем, и никто не контролирует реально на какое, после которой я вам скажу, земля. Видимо, там есть расчеты десятилетия, а то и столетия не будет ничего давать. То есть она отравлена, отравляются ее родники, маленькие речушки, ведь они же гектарами все это засеивают. Бесконтрольно. Фактически иногда за взятки, чтобы не было контроля за тем, что же они выращивают на самом деле и так далее. Значит, три урожая вы пишете за сибирское короткое лет. Совершенно верно и понятно любому здравомыслящему человеку, что это за гадость там выращивается. Ну и какие технологии в скором будущем по всей России, совершенно вы правы. Так вот, вы задаете теперь конкретный вопрос. Так как же переходить нам к Узбассам на сыроедение в наших климатических условиях? Для тех, кто смотрит это видео, не имея отношения к сыроедению, может быть, не понимая вообще, что это и зачем, в моих лекциях все это сказано, я говорю, и человек пишет о живом, человеческом, естественном питании, как положено для всех видов живых существ, то есть живое сырое, как природа создала, не подвергшись термообработке. А видовое, это значит как раз вообще-то плоды, основа основ. Человек акцент делает на зелень, почему-то только на зелень. Ну, сыроедение далеко не только зелень, а теперь я расскажу по существу, как же быть кузбассцем и вообще всем жителям, значит, соответственно, Сибири, Дальнего Востока в этих климатических условиях. А я вам поясню. Значит, во-первых, давайте так, я буду говорить только о реальных вещах. Вот вы пишете правильно дальше, что вы и ваши товарищи все имеют какие-то огороды, да, то есть летом что-то выращивают. Прекрасно, пользуйтесь этим моментом. У миллионов наших соотечественных есть дачи, у кого шесть соток, у кого шестьдесят, у кого больше. Даже на шести сотках можно действительно качественных продуктов вырастить очень много. Второе, у вас есть морозильники, скажите, тем более если зима длится. У кого-то это погреба, ледники, если в деревнях, в городах морозильники. В конце концов, это все возможно в Сибири, зарплаты больше купить дополнительный морозильник может любой рабочий человек, по крайней мере семья, уж точно в складчину или как-то купит, да. Но замораживайте вы, складывайте ту же укроп, петрушку в пучки, сныть крапиву летом, когда идет сезон, дикоросы разные. Прессуйте в пакетики, замораживайте, потом прекрасно доставайте в те же зеленые салаты, в коктейли зимой. Используйте потом. Вы можете купить дегидраторы какие-нибудь, ну пусть не все купят какой-нибудь дорогой скалибур или промышленный карбоновый, но любые дегидраторы. Но сушите зелень на чердаках, в конце концов, там, пожалуйста, перетирайте, используйте ее в салатах, в тех же порошках. Так можно делать? Конечно, можно. А в Сибири растут травы уникальные, там, от женьшени, там, дикоросов разных и так далее, которые можно заготавливать. Можно. А, так сказать, всякие, так сказать, грибы, можно, можно, они тоже будут сырые, живые, крошите в салат. И те же белые грибы содержат витамин D3, кстати, тот самый, который вырабатывается, синтезируется, видоизменяется у нас под кожей, жировых тканях и усваивается, и необходимо организму очень сильно. Особенно зимой, когда солнца, тем более, мало, вот, пожалуйста, те же белые грибы. А другие грибы, я уж не говорю, что у всех их лечебные свойства, и чтобы их не потерять, их не надо жарить и варить. Хорошо, чуть потертый, и в салат положенный, и пикантный вкус добавляет, и безумную пользу для организма. Хорошо, а теперь давайте посмотрим дальше, пойдем. Можно найти фермеров, вот, коллективно, создать группу в контактах или где-то, и сказать, дорогие товарищи, там, вот, кто готов взяться за производство, мы, группа рабочая, скажем, будем контролировать, без химии зимой в теплицах или в складчину сделать артель, образовать, там, на 20-50 человек, которые будут кооперативом, которые будут потреблять эту, скажем, зелень зимой. Но это можно сделать, все при желании, вообще несложно. Создать группу, найти единомышленников, найти, кто, либо уже фермер имеет свои резервы и возможности финансовые, это делать, просто вы гарантированно будете покупать у него продукцию, предположим, профинансировав его частично, ну, скажем, 10 или, там, 50% заранее, чтобы он рассчитывал на вас, что вы точно приобретете. Он будет выращивать в теплицах эту зелень. Она будет дороже, чем в магазинах, но вы будете знать, что она гарантированно экологически чистая, вы будете проверять это хозяйство, приезжать, хорошие отношения, так по каждому региону можно сделать. То есть, или с ребятами в экопоселениях поговорить, им прекрасный доход нужен, а им нужен сбыт, так вот вы сможете спокойно, договорившись, рассчитывать на то, что они люди с честью, совестью, которые переехали на землю, не просто так. У них есть принципы моральные, у многих вот ребят в экопоселениях, да, а вы, а такие есть в Сибири, везде, они будут выращивать и зимой с радостью, отапливать дровами эти теплицы, так сказать, там, досвечивать их нормальными лампами и так далее, да. У меня в лекциях есть все, как это делается, в моем инфопродукте номер 3-4 про всю аграрную составляющую, от проращивания семян до получения урожаев, да. Уникальная информация, за что мне даже с Афона писали, вот с Афона Пантелимов монастырь, настоятель, благодарил за вот эти инфопродукты. Так вот, дальше, что я хочу сказать вам по сути. Теперь давайте перейдем далее. Что в Сибири, вот даже был такой фильм, и есть великолепный, в сети его можно найти счастливые люди, про Енисей, ну, что называется Север. Так вот, что там говорит, один дедушка говорил, а он говорил, что вот у нас выращивали и выращивали, помню, вот и капусту по 10 килограмм, вилки, вон, показывал руками, и корнеплоды всякие любые растут, потому что солнечный свет, понятно, летом, хоть и малая продолжительность времени урожайного, так сказать, сезона, но интенсивность света компенсирует, поэтому растет все быстрее в любом случае и успевает вырасти. Вы можете выращивать или закупать репу, брюку, турнепс, там, какие-нибудь, так сказать, свеклу, морковь и прочие капусты, и квашеную капусту делать, и хранить можно? Можно. Опять-таки договориться с кем-то, чтобы выращивали можно? Да, конечно. То есть, не обязательно это покупать в магазинах. А кедровые орехи у вас в Сибири есть? Да там семь из восьми незаменимых аминокислот, там жирные кислоты, многие прочие. А масла от кедрового, от дольнинового, это, так сказать, можно купить? Можно. В конце концов, есть те, вот вы же не отрезаны от земли, да, ни на льди не плывете. В конце концов, вы можете заказать то, ну, кроме зелени, конечно, потому что она не доедет. Вот вы все можете заказать у кого, кому вы доверяете. Ну, например, мы занимаемся экопродуктами, серьезно, я своим именем отвечаю за все, за это. Это моя жизнь, часть моей жизни. У нас можно приобретать любые, не портящиеся, ну, в быстром периоде, как зелень, продукты. От десятков видов масел, орехов, соусов сыроедных, которые облегчат жизнь, которые там любые вкусы дадут, с тем же салатом, пусть даже одного вида, да. Это и уникальные суперпродукты, которые обеспечат вас абсолютно всеми микро-макроэлементами. От фукуса, там, до спирулины, там, сокопророска пшеницы и так далее. Любые зерна, которые вы можете проращивать, неужели это проблема? Ну, смотрите, кунжут, амаран, голозерный овес, там, я уж не говорю про известные типа пшеницы, там, и так далее, и так далее. Чечевицы, ну, это же можно закупать даже из Москвы, там, из каких-то других регионов, то, что гарантированно качественное, кому вы доверяете, и проращивать проростки. Я, уважаемые зрители, рекомендую настоятельно посмотреть мою полную только 50-минутную лекцию «Дисбактериоз». Там очень широко объясняется вот эта проблема дефицита питательных веществ, и как решить эту проблему просто можно. Простым именно, потому что есть сложные варианты, но есть и простой. Я его объясняю. Вот это можно, и вы же всё равно приобретаете что-то, покупаете в магазинах, так покупайте качественное. Проростки заменят вам зелень, кстати, в полном объёме. Вот, если уж говорить о зелени, её вообще можно не покупать. Потом, второй вариант. Если уж покупать не хотите, не найдёте, лень вам искать какие-то артели, там, фермеров, экофермеров. Ну, вот у нас та же сныть, крапива, брокколи, шпинат, самые основные ценные виды зелени есть в вакуумной сушке. То есть, в вакуумных дегидраторах вообще без потери качества полученные. Вы можете их приобретать просто чайную ложечку в салат. Это, в общем-то, экономично и питательно, так же, как вы едите зелень уже в больших объёмах. Потому что, понятно, 98%, 95% в зависимости от культуры. Это вода. Соответственно, вот вам ещё выход. Это же выход? Выход. Ну, идём дальше, читаем. Как нам в зимнее время употреблять 50-70% суточного рациона этой бескусной зелени? Да не ешьте эту бескусную зелень. Вы её категорически не покупаете там, естественно. Вы правильно это пишете, что это... Ну, зачем же тогда такую заведомо очень вредную, ядовитую потреблять? Вот. Вот вы пишете дальше про зелень, выращенную свою. И что по вкусу от своими руками, совершенно правильно. Ну, кто-то, может быть, поселится, будет жить, я говорю ещё раз, за городом и выращивать круглые сутки, зарабатывая на этом. И всем будет хорошо. И тому, кто зарабатывает, и вам, чтобы будете знать, что всё проверено и под контролем. Да, очень важный момент хочу сказать. Я настоятельно вам рекомендую подписаться на мой данный вот этот канал. Кто ещё не подписался, и не забыть нажать на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео, очень важные видео, которые периодически выходят. Ну, а нажав на колокольчик, вы будете получать уведомления о выходе моих новых видео на вашу почту. И уже не забудете посмотреть те видео, которые будут вам интересны. Также я прошу поделиться моими видео, если вы сочтёте это необходимым, если они вам понравятся, вы поймете, что для людей они важны, с друзьями, знакомыми, родственниками. Подпишитесь на мои также сайты по здоровью и на сайт по продуктам надгор.ру, если сочтёте это нужным. Вот, наш народ, проживающий в регионах, с холодным климатом, имеющий нормальный мышление, просто вас не понимает. А вот я, честно скажу, вас не понимаю. Давайте рассуждать логически. Я вам уже логически пояснил, как и что. Вы дальше пишите. И только поэтому он вас не слышит в подобных призывах. Ну, во-первых, многие всё-таки меня слышат. Во-вторых, у людей не слышат они не потому, а потому что у них больные ассоциации. Они верят в то, что то, как они питаются, это единственно возможно, правильно и естественно. Потом люди всегда пытаются свои привычки, пристрастия всегда оправдать. Самим, ну, перед собой, самим собой, в первую очередь. И потому кто-то нападает, кто-то хамит. Есть такие бодловатые товарищи. А вот есть те, кто, так сказать, нормальный культурный, он, так сказать, хочет замолчать проблему. Или заговорить, написать, что всё это ерунда, потому что им начинает что-то приплетать. Потому что это всего лишь попытки оправдать свои привычки, порочные страсти, пристрастия. И лишь бы ничего не делать. Потому что что-то делать, это всегда страхи, это непривычность, это нужно что-то менять, это усилие воли. А люди слабы, как правило, и даже сибиряки сейчас уже и так далее. А да, кто-то, действительно, вы правильно пишете, не может понять по этой причине, потому что у него есть вот такие верования, что невозможно. Ну, я же вам объяснил, как возможно. Объяснил. Более того, вы пишете дальше. Призывая переходить на сыроедение, а я общался в своё время, когда работал с большим количеством нашего рабочего народа и работников, вы ставите себя в глазах людей, вы, мягко говоря, человека, призывающего к нереальным действиям. Значит, я вам под видео дам чётко копию письма, но я много раз уже это письмо публиковал. Пишет мне женщина, примерно своими словами сейчас скажу, из Сибири. И пишет, у меня есть фотография моего прапрадедушки, он родился в 1858 году, умер в 1900 каком-то там, ну, в общем, 118 лет прожил. Пишет она, все наши родственники жили более 100 лет, нас всех выненчили прабабушки. Никогда никто, никогда никто не ел мясо в роду, никогда и никто в Сибири из них не ел мясо. И так далее. Очень интересные, очень показательные, потому что таких у меня и писем, и сведений от других людей, следователей, очень много. Так вот, это никакого отношения поедания мяса к энергии, к теплоте, к, скажем, тому, что физический труд невозможен без мяса. Это полный бред, чему доказательства, ну, огромное количество просто практических исследований, начиная от Шаталова и так далее, до, то есть, где самые, значит, там, на выносливость спортсмены, которые и в горах там бегали, ходили, и в пустыне, то есть, где самые тяжелые физические нагрузки. Говорит об обратном, что больше энергии и сил у тех, кто не ест это мясо и так далее. А почему у вас такие верования? Ну, это берется оттуда же, откуда глупость пошла про алкоголь, что, мол, стресс можно алкоголем снять. А ведь как происходит? Стресс человеку кажется, что он снял. Кажется, потому что он наркотик принял, а энцефалограмму сделать, так покажет она. И другие исследования, одновременно проводимые, показывают, что как раз стресс-то еще усугублен алкоголем. Просто человек это не чувствует, потому что он наркотик принял. Аналогии здесь абсолютные. Человек получил чувство вроде бы сытости, это понятно почему. И ему кажется, что все хорошо, только почему-то то тяжесть, то нормальная пища после еды. Человек должен бежать и работать, ему должно хотеться, а не отдыхать. От чего отдыхать? Ведь человек принимает пищу, чтобы она дала ему строительный материал и энергию. А если энергии сразу же не дается, пища совершенно не та. И, конечно, люди, в общем-то, по большому счету, не виноваты, с одной стороны, что они изменили когда-то свое питание, а потом уверовали в то, что это единственное правильное. Хотя всегда и вполне понятно, что человек по морфологическим, анатомическим и биохимическим своим процессам, строению, повадкам, инстинктам с детства идущим, пока их взрослые не убили в детях своих, не является никаким ни хищником, ни всеядным, ни падальщиком. Он является плодоядным существом. Поэтому плоды это основа основ. Плоды это и орехи, это и корнеплоды. Это не только тропические плоды, как кто-то думает. А зелень нужна и необходима, но заменяют в Сибири проростки. Крупы хранятся, семена хранятся, да хоть на морозе хранятся. Тут вам даже специальных помещений не надо. Коробки, банки. Пожалуйста, храните, ешьте, проращивайте. Это основа основ. Так, ладно. Идем дальше. Значит, это касается только сыроедения, призыва употреблять как можно больше живой пищи. Ну, видите, даже как можно больше, так откуда же протест? А может быть оттуда, что вареной, жареной пищи? Животной пищи. Им привычнее, вкуснее, и они ничего не хотят менять? И только некоторые спохватываются, когда уже у них рак и другие проблемы со здоровьем, которые неминуемо придут рано или поздно. И просто это вопрос времени от генетики, от воды, от других условий среды, детства, когда вы воспитывались, формировался организм, в каких вредных работах вы участвовали, работали и так далее, в каких городах или где вы живете. От многих сотен факторов зависит, когда это произойдет. Но произойдет это обязательно, как я рассказываю в своих лекциях и по онкологии, по пищеварению и так далее. Посмотрите, просто их не ленитесь. Это важнейшая информация, которую я не просто от себя рекламирую, а просто, чтобы вы поняли, ну как я могу сейчас объяснить все. Ведь некоторые спросят новые, пришедшие на канал, увидев, вот слушая сейчас, что я говорю. Сразу куча вопросов будет. Товарищи дорогие, ну поверьте, ну на все эти вопросы я отвечал в своих лекциях. Ну не ленитесь, смотрите, не ждите, что я вам письменно буду отвечать сейчас. Не буду я это отвечать, это невозможно. Вот дальше вы пишите. Где нам ее взять, уважаемый Юрий Андреевич? Зимнее время. Итак, первое. Покупать у тех, кого вы доверяете. Например, у нас, если вы доверяете мне лично. Где можно купить? Только на нашем сайте nadgard.ru, продукты от Фролова. Это только здесь, на этом сайте, нигде более от меня лично. Вы продукцию сверх качественную, надежную, за которую я своим именем и так далее отвечаю лично перед каждым из вас. Это во-первых. Во-вторых, найти, подытоживая, фермеров или тех, кто будет выращивать у вас, или самим объединиться в какую-то артель, или кого-то поставить коллективно, платя зарплату, 20-50-100 человек объединившись, да, где все это можно решить. Хранить, закупать то, что, или выращивать то, что хранится до следующего вырожая. От яблок, груш, начиная там, которые растут в Сибири. И абрикосы есть, которые растут на Дальнем Востоке. Выдерживая зимой минус 50 градусов, есть такие у нас, такие есть и так далее. То есть, все это возможно. Поймите, живая пища, это не только зелень, это зелень, проростки, это овощи, фрукты, орехи там. Что, большинство из этого хранится. Орехи можно хранить? Можно. Вы можете их приобрести качественные у нас, например? Да, какие кедровые у себя можете собрать или заказать, которые точно химией не обрабатывают, не ошпаривают в кипятке, это сложнее, но тоже можно достать. И вот вы пишите в конце, если кузбассы разом перейдут на сыроедение, то это в 100% ядовитая зелень. Значит так, они на зеленьеедение перейдут или на сыроедение? Ну, давайте тоже вот разумными людьми быть, и сыроедение это не зелень. Зелень в том числе входит в рацион сыроеда, но это не только зелень. Поэтому уже абсурдно, да, то, что вы пишете. То в первую очередь начнут вымирать дети и старики. И так не начнут, почему я только что объяснил, а химию есть нельзя. А потом, с другой стороны, а вы что думаете? Покупая мясо, и то, что вы покупаете, если сами не выращиваете, как видно здесь, про магазины же речь идёт, значит, вы покупаете мясо, прочие макароны, там, ну, всё, что угодно, и рыбу, и про... В магазинах, а вы что думаете? Это тоже мясо, то есть те бедные животные, которые убили, выращивали для вас. Кстати, мы вообще ещё не разбираем этическую сторону вопроса. Ну, допустим, мы её не будем сейчас разбирать вообще. Ну, что думаете, оно без химии? А чем кормили этих коров на фермах? Или молоко, которое давали коровы с гнойной, естественно, лейкозной, чем их кормили? Какими антибиотиками, гормонами их пичкали? Вы что думаете, это менее опасно, чем та ядовитая зелень, которую вы в магазинах покупаете? Ну, вы странный тогда человек. И вот, мне не хочется развивать эту мысль, но согласитесь со мной, это на наступающей реальности. Итак, я согласен с вами, что наступающая реальность это тот ужас, который при попустительстве властей, как так мягко говоря, происходит. Отравление населения постепенно, это как кормовая база для всех этих подонков, кто на этом живёт. Это я согласен, с этим надо бороться на государственном уровне. Просто однозначно на это уничтожение нашего генофонда, уничтожение земель наших и так далее. Это страшная проблема. Но то, что я вам сказал, то, что вы вывод делаете, вернее, из того, что вы написали, он же неверный. То есть, как будто мы не можем, так сказать, нормальными, здоровыми людьми быть, питаясь правильной, естественно, человеческой пищей, только потому, ну, вы же не в тундре, в конце концов, живёте. И там это, так сказать, хоть в какой-то мере можно делать, хотя бы 50 на 50, потому что там десятки видов ягод, те же белые грибы ли там, которые можно заготавливать, травы разные определённые. Ну, а вы-то, где можете выращивать всё практически, что и в средней полосе России, ну, кроме каких-то фруктов. Ну, о чём тут говорить? А сухофрукты? Ну, ладно. Поверьте, я ни в коем случае не хотел вас обидеть. Да я и понимаю, вы, в принципе, нормально всё задали вопрос, только вот удивительно, почему вы такие простые вещи, и многие вот, кто пишут мне подобные письма, люди не понимают. Ведь это же элементарно. Ну, вот то, что я сказал. Ну, что, дорогие друзья, давайте так, на этом закончим разговор о данном вопросе. Я ответил в полной мере. Итак, всегда, если есть задача, только человек, который не хочет её заведомо решать, он её не будет решать. А если человек хочет решать, он её решит обязательно. То есть, всегда найдёт способ, как, где заказать, купить качественный продукт, сформировать свой коллектив, какой-нибудь мини-колхоз, мини-ферму, фермерское хозяйство. Значит, заготовительный пункт. Заготовить ягоды те же, а в Сибири сколько и в лесах, и на болотах ягод разных. Ну, что, их нельзя высушить, их нельзя заморозить. Зелень нельзя, что ли, заморозить? Да можно заморозить. И овощи даже порезать можно и заморозить. Какие, так сказать, хотите, те же кабачки свежие, например, чтобы были зимой, вытащил из морозилки. Пожалуй, это всё, а в дегидраторах-то хранить в баночках можно. Высушили ещё проще. То есть, ещё раз говорю. Но, конечно, в наше время не обойтись ни то, что жителям Сибири, а и юга России однозначно. А как там питаются? Ведь вы поймите, вот это же всё дешёвые отговорки. Вот посмотрите на жителей юга, Анапа, там всё что угодно. Сочи, посмотрите, сколько там толстых людей. Да больше, чем в Сибири. И это при том, что у них есть возможность. Есть вообще прекрасные любые фрукты, овощи, зелень. Почти круглый год, прям с земли. Да? Ну, почему? А потому что они, несмотря на то, что они могут, и такого, как вы, не скажете, мол, климат. А они тоже всё едят. Это и мясо, и хлеб там, и... Вон, в магазинах берут, в пятёрочках. Несмотря на то, что... Потому что обленились. Потому что пропаганда подействовала. Потому что лень человеческая и безразличие к себе. А потом только лишь отмазки дешёвые. Так что же? Тогда возникает только одно. Что если человек хочет, у него есть идеи. И он понимает правильность идеи. И он до воплощения маленький шаг остаётся. Лёгкий шаг. Я бы в любом регионе это воплотил в считанные дни и недели. Ну, естественно, урожай, понятно, нужно полгода. Но действовать начал бы сразу и решил бы в этом же сезоне эту проблему. В конце концов, как у нас закупают продукты, которые, ну, понятно, всё не вырастить. И тем более суперпродукты. Вот эти добавки уникальные к питанию. Живые, натуральные, из растений. Тот же фокус натив гелеобразный, который обеспечивает организм всеми минералами. Вообще, какие только на планете существуют. Дикая спирулина, где витамин В17, лайтрил, там, противораковый сильный. Которого, конечно, нет в многих продуктах других, тем более в сибирских, там, сок пророской пшеницы. Вот эти только три продукта. Ну, дегидрированные в виде таблеток вакуумных, да, полученных. Вот эти три продукта обеспечат организм только они. Вообще всем, что только на планете существует. Ну, кроме В12, Д2, там, Д3. И буквально вот и то соки пророской пшеницы по анализам есть Д витамин. Но, тем не менее, это я общие вещи говорю. И вот если уж и это потреблять, то тогда вообще можно сократить до минимума рацион питания. И остается только что? О желании своей пристрастии. Вкусно поесть. А вкусно это как вам привычно в данный момент. Тот же люди не понимают почему-то, что вкусы меняются у людей. Когда они переходят на другое питание, проходит какое-то время, это ломка наркотическая, которая привязана не к самим продуктам, а к вкусам, которые эти продукты несут, она проходит, и меняется питание, а потом меняется мышление. И человек, который вчера еще не мог представить, как я буду без той же картошки, жареной в масле, жить не могу, уж про мясо не говорю, смеется над собой дурачком в прошлом и говорит, какой я был идиот. Сам человек, как я себе говорил в свое время. Почему? Потому что вот не все могут представить, что завтра твое мышление изменится, и ты будешь по-другому на вещи смотреть. Так вот сейчас уже надо честно смотреть на все вещи, честно. Поймите, вкусы диктуют нам что? Только вкусы, вот пристрастия в еде диктуют вкусы. Какие? Кислые, горькие, сладкие, пряные, острые. Вот эти вкусы диктуют привычки. Если вы удовлетворите любой какой-нибудь салат, где только еще жир есть, ну, жир кедровой, орешки, там, у кого в регионе авокадо, кто в магазине купит, ну, предположим, салаты, да, там, с зеленью, с чем-то еще остальным, вот если вы туда добавите эти вкусы, вы получите тоже удовлетворение, насыщение, но только если вы это сделаете, да, честно, а не просто огурец с помидором и солью посыпите, вы поняли, да, то есть это разница огромная. Где есть тяжелая пища, тоже жиры, которые дают много энергии, и все вот эти вкусы, с орехами тем более, то тогда что? Вы получите абсолютно то же насыщение, абсолютно то же. Любой мясоед, накормив таким салатом, он почувствует тоже тяжесть насыщения, то есть много тяжести съест, имеется в виду тяжесть, да, то есть много съест за раз, как при привычной вами пище. И только какие-то сверхискусственные вкусы, типа копчености и так далее, безусловно, будут вам, как наркотик для наркомана, там, героинового, алкогольного, табачного, говорить, да, это хочу съесть. Но это совершенно другая история, об этом я подробно рассказываю в своей лекции, например, 9 причин болезни. Поэтому в завершение, дорогие друзья, что я вам хочу сказать. Самое главное быть честным человеком, перед собой честным, не обманывать себя так дешево, что, мол, ну что же я могу сделать? Это что, самооправдание, чтобы говорить, ну, мол, я ничего не делаю, потому что все равно от меня ничего не зависит, все бесполезно, это глупость. Все зависит от вас, только зависит от вас. Власти, бизнесмены, которые вот нечестные, там, продают все, что... Это другой вопрос, который надо обязательно и срочно тоже решать. Но это совершенно никак не мешает вам сейчас здесь жить по-другому, перестроить свой график, рацион, сделать, поднять пятую точку со стула и сделать то, о чем я говорил, уже повторять не буду. Поэтому это я знаю не в теории, это истина, потому что это жизнь, это многими людьми на практике сделано, и потому в любых регионах сделано, и поэтому говорить, что это невозможно, просто глупо. И, конечно, еще раз скажу, что зелень это не только пища одна для человека, а зелень часть пищи. Вот, пожалуй, и все. И кто же клевещет на землю, что, как говорил Платон, не способна она прокормить людей, и поэтому, мол, человек придумал есть мясо, это просто глумление над природой, над ее законами. И неважно, в каком регионе вы живете, если вы, как я говорю уже, не дрейфуете где-то в Ледовитом океане на льдине, то эти отговорки являются дешевыми и нечестными. Будьте честны перед собой, перед своей семьей. Ну и всего вам самого лучшего. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok